Городские власти вступили в борьбу с незаконной продажей на улицах Ярославля. Как показали результаты рейда, торговцы в некоторых набитых местах чувствуют себя почти как дома. Однако проверки приносят свои плоды в год примерно на миллион рублей штрафных санкций. Наш корреспондент Евгений Полковников в этом убедился. На первой же точке рейда у магазина «Север-3» в Брагино обнаружили торговцев-нарушителей потенциальных штрафников. Торговали они ширпотребом без документов, свидетельств о регистрации индивидуального предпринимателя. Словом, незаконно. Причем нестационарные торговые точки располагались на бульваре по проспекту Дзержинского, а это место отдыха горожан, а не торговли. Вероятно, торговцев это мало волнует. На работников мэрия они также порой реагируют прохладно. Поэтому подобные рейды организуются совместно с сотрудниками полиции во всех районах города, где распространена несанкционированная уличная торговля. Частые нарушения это Ленинский район, Дзержинский район, Заволжский, меньше всего в Перекопском. Ну, конечно, сотрудникам полиции больше доверяют и боятся больше сотрудников полиции. Протоколы направляют в административные комиссии районов. Они решают, оштрафовать торговца или нет. Как правило, штрафуют, но, вероятно, не все торговцы знают сумму штрафа. А он может быть наложен не один раз, а дела злостных неплательщиков могут взять в свои руки федералы. От них без штрафных выплат не уйдешь, а возможности инспекторов мэрии ограничены законом. Например, если бы была возможность изъятия товара, было бы действенно, но законодательством это не предусмотрено. Штраф до 5 тысяч за несанкционированную торговлю. Но если предприниматель не оплачивает штраф, то материалы направляются судебным приставом и дальше работа уже судебных приставов. По итогам рейдов в январе-феврале уличных торговцев оштрафовали на миллион рублей. Это очень неплохо за столь короткий период времени. То же самое можно сказать по количеству составленных протоколов. За два месяца текущего года составлено 138 протоколов. Это по пресечению несанкционированной уличной торговли на территории города. Это в два раза больше, чем за два месяца прошлого года. Но я думаю, что мы победим. Такие меры борьбы с несанкционированной торговлей должны принести эффект. В рейды по выявлению штрафников сотрудники мэрии выезжают ежедневно. Евгений Полковников, Михаил Орлов.